Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Определились финалисты Кубка России. Заканчивается чемпионат России. Уже совсем скоро мы уйдем в летнюю паузу и будем, естественно, скучать по командам, которые доставляют нам столько удовольствия. Давайте в ближайшие 45 минут поговорим о футболе. Вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Александром Сосницким, Евгением Воронином и Леонид Розенблат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Добрый вечер! Начинать нашу передачу с Кубка России – это, наверное, дань традиции, потому что мы всегда начинаем по мере, когда происходят у нас события. Кубок России показал в этом году, что команды хотят его завоевать, команды хотят пробиться в Европу. И тот, я так назову мягко, бардак, который творился в розыгрыше Кубка России, он, надеюсь, закончился. И действительно, сильные команды будут играть на последних стадиях Кубка России по футболу. Ну, буквально несколько минут назад пришло известие из города Ипатова, Ставропольского края, где сейчас проходит Кубок России по мотоболу. И, к сожалению, не совсем радостная весть. Со счетом 2-0 наш видновский металлург мотобольный проиграл команде «Колос» из Ипатова. К сожалению, мы не смогли забить и пропустили два мяча. Все-таки у нас передача «Все грани мяча», поэтому, Александр, тебе вопрос. Ты только что разговаривал с ребятами из команды, что там, почему не получилось обыграть Ипатова? Традиция прошлого года продолжается, мы опять уступаем «Колосу». Да нет, настрой с ребятами разговаривал, настрой был нормальный, все как вот, ну, не шел мяч, то есть, обсчитали все штанги, все, то есть, моментов было больше, намного. Ну, так вот, так оно и есть, мяч круглый, пули квадратные, то есть, ну, ну, не получилось. Ну, и там это еще только предварительные игры. Ну, понятно, да, предварительные игры. Предварительные игры, и я надеюсь, что в дальнейшем… Мы все надеемся, что в дальнейшем в финале будет играть «Металлург» и «Колос», а вот там уже, надеюсь, и штанги, и перекладины, и что там, не знаю. Кстати, что нам там с вратарской линией, Александр, скажи, пожалуйста, после того, как ты завершил карьеру там, кто там стоит сейчас? Не стоите, сколько раз, да, не стоит, да. Играет, играет, играет. Это мы с вами можем стоять за воротами. Алексей Семенов, опытный вратарь, вратарь сборной России, основной вратарь России. Я не знаю, как там ситуация сейчас складывалась. Насколько я знаю, мы пропустили в меньшинстве. Ну, да. Играли в меньшинстве, пропустили, но и не смогли… Надо смотреть, разбираться, а так сейчас… Понятно, по словам, да, это сложно будет сделать. Но я абсолютно убежден, что наша команда пройдет предварительный этап достойно, выйдет в финал Кубка России, да. Кстати, напомню, когда у нас финал Кубка будет, не помнишь по числам? Не в воскресенье, в это 26-го? В воскресенье. В воскресенье 26-го. Итак, друзья мои, 26-го все болеем, переживаем за наш «Металлург». Я не сомневаюсь, что мы будем играть в финале, и не сомневаюсь, что это будет и патовский колос, а вот результат по последним матчам пока приходится сомневаться, да, о том, что мы вновь сможем поднять Кубок России над головами спортсменов. Ну что ж, а мы переходим к футболу. Сереж, передачи две назад мы говорили о том, что Ростов, да, ну, можно сказать так, практически без боя отдал игру Локомотиву в чемпионате России, да, и некоторые подумали, что Локомотив, скорее всего, пустит Ростов в финал Кубка России. Не случилось. Локомотив спокойно, уверенно, в гостях в Ростове-на-Дону 0-2 обыграл. В Ростов, я думаю, и тоже так думал, потому что взять предыдущую игру с «Динамо», да, они тоже дали отдохнуть там двум-трем игрокам основы, и особо не бились, это «Динамо» виноват, что они победили. А ясно было, что они делали ставку на кубок, но почему не получилось у них с «Локомотивом», я не знаю, но «Локомотив» более опытная команда. Также тренер Семин, он же сколько кубки брал и здесь, и за границей по кубкам, и чемпионство сколько брал, я думаю, тактически тоже мог переиграть Карпина, более молодого тренера. Поэтому я рад, что в финал будет «Локомотив-Урал», потому что я вот на «Урал» ставил, говорил, что я буду болеть за «Урал», и в финале буду болеть за «Урал». Жалко, конечно, у них не будет играть основной центр-форвард, но я думаю, «Урал» даст бой, потому что, что интересно, перед матчем финала состоялся матч чемпионата. Чемпионата, тоже между собой, как бы такой контрольный матч, репетиция перед финалом главным. И тоже бой такой, игра боевая была, с красными карточками, со стыками. С непонятными решениями судейские. Судейские, да, если вспомним прошлогодний матч на кубок с «Локомотив», там тоже были и драки, и его удаление. То есть, такие взаимоотношения «Урал» и «Локомотив» интересные довольно. И думаю, финал будет тоже интересный, с голами, я думаю, и с удалениями, наверное. Ну, давайте, кстати говоря, напомним и себе, и нашим телезрителям результаты полуфинальных матчей, чтобы мы понимали уже более конкретно, о чем мы говорим. Ростов, да, у себя дома проиграл «Локомотиву» 0-2, и «Арсенал», проигрывая дома 2-0 «Уралу», забил два мяча, но это как бы не помогло, потому что, учитывая, что первый матч закончился победой «Урала». Да, Илья, Ростов уже не первый год во второй части вообще чемпионата сбавляет темп. Мы видим, что вот-вот он уже подходит, да, года три назад они даже претендовали на чемпионство. Тогда другой тридер был. С ЦСКА, да, ну тогда был Берды. Вот. А все равно, ну даже если брать такую историю, новейшую историю лет, ну, 5-6, наверное, Ростова, они подходят, подходят, третий, четвертый, пятый, а потом последние, там, не знаю, 5-6 игр проигрывают, и свое законное, там, восьмое место занимают. На твой взгляд, что это? Ты знаешь, трудно так вот сказать, потому что, не знаю, может быть, ты больше следишь за Ростовом, там какие-то, может быть, есть какие-то внутренние моменты, так, команда-то хорошая, играющая. Я, кстати, несколько последних матчей как раз смотрел, потому что вообще в чемпионате России сейчас такая наступает пора, она, правда, для армейцев уже заканчивается, когда ты смотришь другие матчи и рассчитываешь там хоть какие-то результаты для себя радостные увидеть. Ну, а Ростов, он угнался за кубком, и как-то казалось, действительно, как ты правильно говоришь, что он чуть ли не был не главный фаворит кубка по игре, особенно в первых матчах, которые он показывал, и на фоне той игры в чемпионате России, но потом проиграл, проиграл Арсенал, и никто из этих команд в Еврокубки не попадает. Ну, это футбол, знаешь, каждый, те, кто должны взять свое в этом чемпионате по большому счету и берут свое. Но Арсенал-то еще может попасть в Еврокубки, если Локомотив станет обладателем кубка. И Арсенал займет? Арсенал займет, ну, к шестое место. Да, он уже занял, нет? Он уже занял, да, шестое место, да, да, да. Все, уже без шансов, нет, Арсенал шестой. Вы же видите, что... Нет, он уже по-любому шестой, да. То есть, без качелей. Вы же, мы же рассчитывали, как у Металлурга зуб на Колос, да, так, во-первых, у Урала зуб на Локомотиве. Да, да, да. Как мы рассчитывали, что и Денит как-то отдаст нам эти важнейшие очки, и нет, не отдал, уверенно взял свои три очка. И потом так же уверенно отдал их к Ростову. Отдал их к Ростову, да. Да, согласен. Да, ну, так бывает, это футбол, как Александр сказал, мяч круглый, поликвадратный. Или прямоугольный. Смотри, где я, смотри, где я играю. Смотрите, Арсенал, да, такой, команда открытия такая, да, обыгрывает Спартак, обыгрывает Локомотив, обыгрывает ЦСКА. Забыл. И одной неделе перечеркивает все. И одной неделе все просто. И Краснодару попало, и Уралу попало. Ну, знаешь, вот, наверное, все-таки в игре наступает какой-то наш пик. И здесь вот, получается, они попали на спад. И повезло здесь и Краснодару. Ну, Краснодар действительно заслуживал победы больше, чем игроки Арсенала. Но это уже в чемпионате. Да, в чемпионате. Ну, я хоть и болел за Арсенал в кубках, но все-таки не повезло. Согласен. Ну, что ж, давайте напомним нашим телезрителям. Почему? Потому что уже завтра, 22 мая, будет финал Кубка России. Итак, в 18.30, Локомотив, Урал. Играют, если мне память не изменяются. Самар-Арена. На Самаре-Арена. Да, хорошо, что задействовали, да, регион и финал Кубка. Мне кажется, это хорошая история. Ну, почему-то в будний день, да, ну, как-то нет. К сожалению. Не, ну, в прошлом году не было ни будний день. Причем, очень неудачный выбор стадиона с той точки зрения, что я был дважды на Самар-Арене на чемпионате мира. И это стадион самоудаленно от города, очень далеко до него добираться. Ну, относительно, понятно, если сравнить с Москвой, то это терпимо. Но все равно час ехать от центра города достаточно прилично. Вот интересно, что будет с посещаемостью. Ну, обещают 10 тысяч болельщиков локомотива. Ты договори, локомотив везет с собой на финал. Уходят в Верпатово по 10 тысяч. Кстати говоря... А стадион сколько умещает там? Не знаю. Ну, меньше, но... Три, да? То, что я видел, вот, например, даже в тех же Вишняках, да, на Украине, когда был чемпионат Европы по мотоболу, и когда действительно на стадион, который умещает 3 тысячи, приходят 10 тысяч, и когда люди, мне кажется, только вот, да, смотрят так из-за кого-то там и видят только как шлемы так мимо, мимо так прокатываются. «Что там? Поехали к нашим воротам!» И так далее. Это действительно любовь, любовь к тому или иному, да, виду спорта. А сколько там проживает? Ну, большой город. Ну, относительно большой, но тысяч, наверное, 50 проживает. Ну, то есть для Ставрополя, да, неплохо. Итак, друзья мои, сразу определяемся, за кого болеем. За Иппаду. Болеть буду, конечно же, за Урал, но локомотив возьмет свое. Я думаю, да, локомотив. Я тоже за Урал буду болеть. Так, Урал, 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 Локомотив. Локомотив. Я обязательно эти слова передам одному человеку, которого мы знаем. Александр хотел на передаче в очках выступать, как Федор Смол. Да. Не, просто у меня товарищ болеет очень за локомотив. Да. И он всегда вот меня там в некоторых ситуациях, ну... Поддерживает, вдохновляет. Да, поддерживал там. Ну, в этой ситуации мы и его поддержим. Смотрите, какая история у нас получается. За два года Дмитрий Парфенов, который в прошлом году тренировал Тосно, выиграл с ним Кубок России. В этом году он тренирует Урал, и у него тоже есть в финале, да. Это такой-такой местный Эмери. Да. И так что это плюс обалденный, потому что он уже прошел путь до финала, выиграл Кубок. И то есть у него опыт есть, да. Кубковый тренер играет с Кубком тренера, да. Семин играет. Вспомни состав Тосно, да, который выиграл. Ну, Олег прав, конечно, там немножко клубы виноваты сами, большие клубы, которые немножко так снисходительно отнеслись к этому кубку. И в финале у нас сыграл Тосно и там клуб первой лиги, да? Нет, нет. Курский авангард. Первый играл, да. Первый играл, да. Ну, вот он. А сейчас играет хотя бы два клуба премьер-лиги. И действительно кубковый тренер. И действующий. А, нет, уже не действующий. Чемпион? Чемпион России. Был. До недавнего времени. Но вице-чемпион. Вице-чемпион. Пока, да. По крайней мере, на момент... Экс-чемпион. Экс-чемпион и действующий на завтрашний день вице-чемпион. Обладатель кубка, да. А, тренер-обладатель кубка, да. Да, да, совершенно верно. Ну что ж, действительно посмотрим. Мне кажется, это будет интересно. И в следующий вторник мы обязательно поговорим об этом в финале, учитывая взаимоотношения «Локомотива» и «Урала», учитывая последний матч, который состоялся в чемпионате России, где были абсолютно спорные ошибки судейские, на мой взгляд. Ну, естественно, об этом мы поговорим сразу, когда мы переходим к обсуждению матчей 29-го тура. Ну и давайте посмотрим, какие у нас были зафиксированы результаты. Итак, Уфа, Оренбург, 0-2. Оренбург вообще какой-то клуб непонятный. Может спокойно проиграть, может также спокойно выиграть. Да, ЦСКА Ахмат, 1-0, скучно и неинтересно. Крылья советов «Спартак», уверен, что все армейские болельщики ставили на крылья советов, но «Спартак» сильнее и по игре, и по составу, и выше в турнирной таблице. Урал-Локомотив 2-2, все было в этом матче. Пенальти, красные карточки, драки и все это вы видели. Енисей-Динамо. Енисей напоследок лопнул дверью перед своими болельщиками и сказал, ребята, вот вам ничья, пускай и с Динамо. Арсенал-Краснодар 0-3. По игре и не скажешь, что такой счет должен был бы быть, но 3 залетело, значит счет на табло. Ростов-Зенит 1-0, Зенит уже ничего не надо, ну и Рубин Анжи. Вчера я, честно скажу, просто краем глаза посмотрел этот матч. И, наверное, тоже, да, я как-то напрасно потратил время. Совершенно верно. Ну что ж, давайте начнем с центрального матча этого тура. Хотя, о чем я говорю, когда это матчи с участием ЦСКА начали быть или закончились, наверное, теперь уже центральными матчами тура. Итак, ЦСКА, Ахмад. 1-0. Именно с таким счетом закончился этот матч. Жень. Все, 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 Жень, все. Хорошо, тогда расскажи, как ты получил автограф лучшего бомбардира. Бомбардир. Вот, естественно. Перед этим, скажем так, команда баскетбольная выиграла у Реала. Поэтому я был в хорошем расположении духа. Поехали на стадион. Команда ЦСКА подарила и вышла в финал 4-го баскетбольная. Газаев вышел на поле, сделал передачу первую Федору Чалову. Единственное, чем матч, Чалов забил, да, с пенальти. Скучнейший матч. Но главное, чтобы команда подарила мне победу, а не галстук. Уже в патрибунном помещении, после того, как закончился матч, Федор Чалов подошел ко мне. Говорю, Федор, так и так, что спасибо, что не галстук. А, то есть Федор подошел к тебе? Да. А, не наоборот, я прошу это участие запомнить. Именно Федор подошел. Объясню. О, Евгеньевич, привет. Нет, 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 на самом деле у нас... С днем рождения. Нет, это потом было уже. Он не знал об этом. Но он забил, я ему сказал, что спасибо, что не галстук подарил. Он говорит, что день рождения? Я говорю, да, о, давайте я подпишу. И подписал. На самом деле у нас с Федором такая договоренность, что если он мне подписывает программку после матча, то на следующий домашний матч он забивает. У тебя с кем-нибудь, это как-то Федором или с Федором? Нет, он с Олегом. Нет, с Олегом что, я у него автограф не подписывал. Автографов у него много, да. Я раздаю, вот, пожалуйста, никому не пожалей. И он опять увидел меня и сразу бежит, давай, говорит, дам автограф. Ну и разговорили, я говорю, что день рождения, он мне подписал. Вот единственное, вот, светлое пятно в этом матче, да, в этом матче было. Ну, очень галко. Приятно. ЦСКА столько потерял очков в домашних матчах, понятно, что он уже там чемпион чемпионов. Мало подписывал. И тут, да, и тут получается, что команду один забили. Почему все-таки игра в весенней части у ЦСКА не идет? Можно какое-то сделать вот уже по этому отрезку какие-то выводы? Да, вполне. Выводы очень простые, что команда, уровень этой команды описан тем местом, которое ЦСКА сейчас занимает. Все справедливо, не более того. Просто стало для всех команд, все, которые играли с ЦСКА второй матч, они уже первый... Понимаешь, мы с тобой говорили о том, что когда ЦСКА вышел первый матч играть, все не знали, как с этой командой играть. Все знали, что вот это ЦСКА, это Гиннер, это Гончаренко, один из самых талантливых тренеров. Они думали, что по-любому эта команда что-то из себя представляет. Поэтому все равно играли как с вывеской, с вывеской ЦСКА. Не знали, как к ней подойти. Поэтому армейцы на этом кураже молодежном еще все получалось, хорошая физическая форма, то, что играли к Лиге Чемпионов, были хорошо готовы. А потом попривыкли, увидели, что ничего, в общем-то, особенного. Армейцы шли вперед, в защите полная дырка, чего не наблюдалось. Я уже не помню, когда вообще мы такое наблюдали, чтобы армейцы... Ну, лет 20 назад. Потому что пропускали, если бы вообще все залетало в ворота армейцев, то ЦСКА в весенней части вообще бы ничего не набрал. Если мне память не изменяет, я вот точно могу ошибиться, но если мне память не изменяет, в этом сезоне ЦСКА пропустил больше мячей, чем за последние 15 лет. Нет, нет. А по-моему, да, если мы вот... Там, скорее всего, ужасная статистика по второй, по этому весеннему отрезку. Потому что в первом были... 15 мячей. Ты знаешь, Ширяка, я вот тоже размышлял, думал, что же происходит с командой. Ну, знаешь, вот иногда игроки выстреливают, да, вот, грубо говоря, один сезон прошли, и, говорят, сезон второго года, да, вот, синдром второго года. Я думаю, что у нас команда, наверное, прошла вот этот синдром второго года во втором круге. То есть, первый, до первого сезона они прошли, как положено, да, все, а здесь у них произошел спад. Непонятно почему. Это, когда вот второй сезон идет, да, у игроков, непонятно почему. Он может, он умеет, но не идет. Ну, так бывает. Потому что, понимаешь, вот скорости не хватает команды, и команда тяжело идет. Когда вот они играют быстро, все... Ну, как не бывает, они профессионалы все. То есть, они получают нормальные деньги, получают профессионалы, что значит не идет? Стоп, 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 вот сегодня ты прям начинай на передачу, ты говоришь, обстреляли все штанги, не попал мяч в ворота. Не идет мяч. Ну, не может же каждый, не, подожди, это одна-две игры, Жень. Володя, хороший игрок, мощный игрок, но он не может тянуть свою команду, понимаешь? Мы про мотобол сейчас говорим. Он обсчитал все штанги, но не повезло, забей один-два, все, могло бы по-другому пойти игра. Ты говоришь сейчас про что, про ЦСКА? А теперь мы говорим о том, что молодая команда, она где-то оступилась, и все, у них в голове говорят, еще одна ошибка, что будет, что будет. Ты что, сам молодым не играл? Давайте я вас рассужу. Давай. В том плане, что если мы говорим первый сезон, второй там синдром появляется, а мне отрадно, что, например, один сезон даже я мог бы в Барселоне сыграть, а второй уж ладно, пускай у меня был бы синдромом и провальным. Я с Ильей соглашусь, потому что действительно ЦСКА в первом, одной из тех проблем ЦСКА, причин может быть, что в первом круге действительно команды еще не знали, как играть ЦСКА. Здесь обновилась команда, как-то подходили команды, смотрели, немножко присматривались. Да, вот видишь, Реал, который не знал, как играть, допустим, проиграл. Ребят, ерунду, Сережа, ты говоришь, ты посмотри, как команда играла, она бежала, она играла, сейчас она мучается. Я сказал два пункта, второй пункт, второй пункт, второй пункт, второй пункт, мы в 70-й минуте выдыхаемся, мы играть не можем, у нас уже мозг отключается, потому что физики не хватает, 70-й про штанги я бы хотел. Сейчас договорю, одно слово, одно слово. А второй пункт у меня, это действительно физическая подготовка. Вот ты сейчас сам признался, ты на той передаче говорил, что нет, нет, у нас хороший тренер, но команда, ты признаешься, она садится, команда, она не играет так, как в первом круге. Вот почему, значит, что-то физическое подготовка. Организм не сработал. Ну как-то, значит, подошли. Потому что, как его, Гранер, он тренировал, кого? Получается, Березрунских, Игнашевич, им на четверых там уже было 200 лет. А тут молодые ребята, может быть, чуть-чуть перегрузил, перегрузил. Может быть, перегрузил, а они не смогли пойти. И нож, что уже затеснись. Может, именно действительно так и было. Можно еще один момент? Давай. ЦСКА в этом году явно имеет крен в атаку. И Черенко вообще такой тренер, который строит свою команду атакующую, а не те команды, которые строят, например, Леонид Викторович Слуцкий. А теперь про штанги важный момент. Если бы армейцы обстучали штанги, ну они же щечкой эти штанги гладят. Моментов очень много, но не забивают. Ну линии нападения Чалов, Эрнандес и Нисимура. Но это не нападающие уровни, чтобы занимать какие-то высокие места в чемпионате России. Мне кажется, Нисимура, Нисимура, да, вот если уж мы заговорили, мне кажется, это футболист, который занял бы последнее место из всех трехсот футболистов, которые играют в премьер-лиге по силе удара. Вот поставив на одиннадцать метров, да, вот как в хоккее, замеряют эту скорость, когда, да, они щелкают поворотом. Вот если замерить, у Нисимура я больше чем уверен, что самый слабый удар был. Аля, как в детстве, я не бил никакой пенальти в футболе, потому что я не мог добить нормально. Ну, два мяча забил, Нисимура забил два мяча. Ну, один головой, а второй просто там где-то там... Ну, Нисимура, извиняюсь, он же не поклонник английского футбола. Согласен, согласен. Давайте, давайте... Вопрос, Женя, а Краснодар молодая команда? Нет, она средняя. А кто у нас молодая команда? Нет, ЦСКА самая молодая команда. Я считаю, что в Краснодаре тоже воспитанники играют, смотри, сколько сейчас у них влилось. Нет, ты говоришь, ну, основной костяк команды у них. А у вас одна молодежка? А кто у нас? Нет, ты сплав. Подожди, у нас один кто, у нас играет только Кефеев, кто в дворотах. Ну, Вася, Фернандо, 28 лет. Единственное, Дабабкин сколько? Да ты считаешь, ну, как хорош. Ну, Сереж, самому не спешу. Они вместе, конечно, понятно, что никогда не выходили. Из трех, четыре, из четырех ты называешь, остальные восемь. Нет, давайте я вам сейчас Краснодар перечислю. Может быть, вы Кабаре вспомните? Ну, Кабаре уходит уже сейчас. Ну, какая разница, что вы уходит сейчас? Перейра, Ари, которому 30, Кабаре, которому 30, Перейре, которому 28. Они не играют, они на лавке сидят. Кто? Все те, которые... Товарищ, вы смотрите, футбол, все вышеперечисленные в последнем матче играли и до этого играли. Вы что? Все эти Классаны, что Классану 19 лет? Ну, и не... 25 Классану. Максимум. Ну, тем не менее, он уже сложился. Самое главное, что в Краснодаре те иностранные футболисты, они обладают классом. На сегодняшний день он выше того потенциального класса, который есть у футболистов в ЦСКА. Вот, даже молодой. Поэтому сейчас задается команда ЦСКА, что подобрать все-таки перед новым сезоном, на трансферном выйти. Давайте вспомним, сколько лет Гозинскому? Это все молодые, ребята? Ну, что, Гозинский? Гозинский тоже не это. Сколько он сыграл? Он вообще 15 за весь сезон? Какая разница, он выходит на поле? Максимум. И тренировочные процессы... Вы 19-летние, 20-летние ребята. Правильно? Согласитесь? Здесь есть. Хорошо, согласились. Я сейчас не пойму, к чему вы хлоните. Мы просто рассудуем. Мы говорим к тому, что у ЦСКА потенциально очень хорошая команда. Но у меня есть опасения, сохраним ли мы эту команду. Сохраним. Я тебе говорю, что сохраним. И мы ее отложим. Давайте, от ЦСКА отложим, может быть, уже теперь на следующий сезон. Посмотрим, как они... Нет, нет, нет. Мы еще поговорим после Крылья Советов. Хорошо. Ну, а о Крылья Советов, раз уж мы о них вспомнили. В этом туре, в 29-м, мы играли дома со Спартаком. Счет, ну, по крайней мере, для вальчиков Спартака точно известен. Крылья Советов. Спартак 1-2. Александр, вижу счастье и радость в твоих глазах. Три игры подряд. 1-0, 1-0, 1-2. И все, в общем-то, на тоненького. И учитывая статус команд, которые были обыграны, да, ну, как-то маловато, на мой взгляд. Маловато что? Ну, счет, по крайней мере. Очки есть? Ну, очки зарабатываем стабильно. Зарабатывали стабильные очки. Искрометные, были бы выше «Зенита». При плохой игре зарабатывать 3 очка. Это дорогого стуга. Тем более на выезде, я скажу, на выезде. Выиграем 2-1. Самаре. Самаре почти как-то за турнир сейчас. Часто в стадионы ехать. Не знаю, в турнирной таблице стоим выше ЦСКА. Это основная задача «Спартака». За последние 20 лет это задача «Спартака». А мы обыграли «Спартака». «Спартак» — народная команда. Еще раз. Это да, тут никто не спорит. А мы антинародные все. Все остальные антинародные. А мы же не конецкие, не советские. Сейчас там идет такая тенденция, там убирают вот этих… Мы элита. Да, убирают. Мы элита. Да, убирают. Вы из народа, а мы элита. Ну, армия. Да, элита. Да. Убирают в «Спартаке» всех вот этих бунтарей. Да, да, да. Сейчас все будет в порядке. Думаю, что да. Руководство думает о клубе. Думают на будущее. Пока Федуну руля команды, еще раз говорю, я за «Спартак» спокойно. В каком смысле? В каком смысле, Женя? Ну, во всех, кто не будет чемпионом больше. Да. Ага. Вы там, я смотрю, «ЦСКА» будет. А «ЦСКА» будет. В следующем сезоне. Вот посмотрим. Все, все. Договорились. Динамо не отборгарили. Итак, давайте переходим к матчу. За лигу все, не будет чемпионом. Динамо в пятерке. Переходим к матчу «Урал-Локомотив». Действительно, этот матч был очень напряженный. 2-2 сыграли команды. Сначала одни забивали, потом вторые, потом третьи отыгрывались. И четвертые сравнивали счет. А пятые судили. А пятые еще и судили. Да, это точно. А шестые подслуживали. Смотрите, «Локомотив», ведь «Мок» у нас же по дополнительным показателям «Локомотив» «Краснодар» опережает по личным встречам. И когда вышла информация, вот сразу, как только закончились матчи, вышла информация, что «Краснодар» вышел на второе место, а это, как говорится, дорогого стоит. Это лишнее, вот просто не за то, что ты вышел на второе место в чемпионате России, у тебя сразу в копилке появляется 20 миллионов евро. Есть разница между вторым и третьим местом, да? «Локомотив», мне кажется, вот сейчас цепляется, не знаю, там, когтями, руками, зубами, всем чем угодно. Мне кажется, он сейчас боится потерять это второе место. Ничего он не боится. Ну, объясни тогда. Семин спокоен, совершенно. Спокойно? Ты видел, как он уходил со стадиона после этого матча? Понятно, да. Он всегда, да, он эмоциональный тренер, но то, что «Локомотив» по «Битой» уже, как говорится… «Битой-перебитой». «Перебитый», да. То есть, он знает, как играть, он уже… «Битый-калач». «Калач», да. Он знает «Локомотив», как себя вести в таких ситуациях. Я думаю, и в следующей туре «Локомотив» так и останется. А «Локомотив» не знал, если мне память не изменяет, в каком-то там четвертом году, когда имел преимущество над «ЦСК» 11 очков? Я не знаю ситуацию, какая была там «Локомотива», что он там потерял столько очков на финише. То есть, ты считаешь, что «Локомотив» абсолютно спокойный, перед последним туром себя чувствует? Я думаю, да. Я думаю, «Локомотив» спокойный, возьмет второе место. Все зависит от того, а какой последний матч у «Локомотива»? с «Уфой» дома. Дома. Сегодня «Спартак» с «Уфой» дома. Дома обыграют последний матч. Сейчас я вам точно скажу. «Локомотив» у «Фа». А «Краснодар» играет? «Краснодар» играет с «Рубином» дома. Ну, тоже обыграют. «Краснодар» точно победит, а «Локомотив» видимо, мы все дружно будем смотреть. Я за «Краснодар» буду болеть. И будем болеть за «Локомотив». Честно говоря, «Краснодар» уже в «Лиге чемпионов». Краснодар свою задачу выполнил. Олег, но относительно «Лига чемпионов» два отбора, это еще совсем не «Лига чемпионов». Нет, я понимаю. Но уже звучат гимны «Лиги чемпионов». Коэффициент-то маленький. Он будет попадать на очень сильные команды. А, в прошлом году, вернее, в этом году Аякс. Все этапы «Лиги чемпионов» прошел с первого отборочного раунда. Попал в полуфинал? В полуфинал. В полуфинал, то есть, да. Ничего, и «Краснодар» пройдет. Ну, если мы ему поможем, естественно. Да. Мне кажется, вот я выскажу свое мнение, что, мне кажется, «Локомотив» побаивается. Что-то не будет получаться. Мяч не летит. Как говорит Александр, все штанги обстучали. 0-0. Подходит 70-я минута. А, Олег, ты прав. Слушай, они играют с «Уфой». А кто «Уфу» тренирует? Евсеев, который играл где? В «Локомотиве». И который... Который может Палычу подарить. Подарить Палычу, скажет. Палыч, не пущу я на второе место. Может, да. Возможно, боевая будет игра. Я думаю, «Локомотив» обыграет 1-0 счет будет. Думаешь? И забьет. Я представляю, если будет счет 1-0, в последние 10 минут матча, мне кажется... Семин сам станет защита. С сожалению, я думаю, что «Локомотив» выиграет увереннее. Мне кажется, что все будет зависеть от того матча, который будет завтра. А-а-а. То есть, если они хорошо обмоют победу в Кубке России... А ты вспомни, как ЦСКА после победы в Кубке УЕФА с кем следующую игру проводил? Со «Спартаком». И как сыграл? 3-1 выиграл. Все нужно или еще? Не надо. Нет, Женя прав. Там могут быть какие-то микротравмы. Томанда может не помнить в составе подойти к этому матчу. Но выставлять на финал второй состав никто не будет. Нет, наоборот. Суфой подойдет не в сильнейшем составе. Я говорю, на финал Кубка никто не будет выставлять второй состав. Кубок понятно. Я говорю, будут биться. А если ничего будет у них там? А кто верит, что Ефсеев... Если будет ничья, а Краснодар победит, то Краснодар второй занимает место. Можно небольшой опрос, кратенький? Кто верит, что Ефсеев скажет в камеру «нет вам» в этой игре? Своей командой. Ну не в камеру скажет вам. И результатом этого мы. Слушайте, нашепчет на ушко Палыча. Я растерялся, как ответить на этот вопрос. Ну будем смотреть завтра. Что у вас там нашлось? Тем более сезон у них не заканчивается. Они еще в июне будут играть стыковые матчи Уфа. Уфа, да. Итак, переходим к матчу... Динамо. Енисей. Это позор, Динамо. Динамо остался пример Лиги. Нам нужно было очко, мы его взяли. Нормальный договорняк. Динамо советует, чтобы был конкретный договорняк. Два финальти туда и туда. Тогда мне хотелось бы узнать, кто с кем договорился. Динамо с Енисеем. Оленич с Хохловым договорились. Оленич с Хохловым договорились. Оленичев говорит, мне надо красиво уйти со стадиона. Последний матч. Последний матч домашний. Домашний матч, да. И с Хохловым договорился. Потому что какие-то странные такие голы. Странные. У тебя откуда-то и сайт такой есть, да? Ты что-то четко говоришь. Ну это болельщики так пишут. Оленичева есть шанс. Они с «Зенитом» играют в последнем туре. Динамо ничего не надо. В принципе, у него самое максимуме можно было 11 место только занять. И они взяли очко, которое гарантирует им, что они не будут играть в стыках. Динамоцам нужно было только очко на выезде. Ну они прилетели. Понятное дело, что... Ну игра была интересная, кстати, веселенькая такая. Я не ожидал от «Ненесей», действительно. Они бились там, они выбивались из пустых ворот. И динамоцам опять нанесли 20 там с лишним ударов по воротам. Ну это какой-то... Но это на разминке, насколько я понимаю. На какой разминке? Ты посмотри, садись. Вратарь молодец опять. Все вратари против «Динамо» играют идеально. И даже вратарь ошибался. То есть после «Динамо» вратарей соперника можно хоть в сборную ставить. Опять у «Динамо» забили полузащитник и... Пенальти. И пенальти, да, тоже полузащитник. Хороший нападающий у вас появился пенальти. Полузащитник забил и пенальти. И полузащитник. Ну два игрока «Динамо» полузащитника и пенальти. Две покупки. Сереж, понятно, что следующий сезон, я не скажу, что в какой-то степени будет определяющим. Но то, что это будет фундамент, либо возрождение «Динамо» и славный путь дальше, да? Либо вот все тот же разряд, 10-11-12 место. А кого набирать «Динамо», понимаешь? Ну, постепенно, в течение трех лет будут поукомплектовывать. Но первый, вроде как, «Трамш» это по... Ты скажи, это «Спартак» с кембаличками, они разорвут таких вот людей, которые три года будут что-то ждать. Они хотят сразу все. Мы хотим тоже, да, «Динамо», мы хотим всех выгнать, набрать ног. Но это нереально, правильно? То есть будет, естественно... А как же «Шунин», «Генков», они же молодеют. «Шунин» шестилет играет. «Генков»? «Генков» нету. «Генков» там он, наверное, «Шунин». Да, «Генков» нас сейчас сидит и слушает, и с удовольствием. Давайте перейдем к турнирной таблице, посмотрим. 29-й тур закончился, осталось всего лишь один тур сыграть. «Зенит» все понятно. Они уже наслаждаются, и уже полкоманды смело могли бы уже улететь и отдыхать в теплые края. На втором месте «Локомотив», на третьем «Краснодар». Именно эти команды в последнем туре разыграют путевку в основной раунд Лиги Чемпионов. Ну, а «Спартак» и «ЦСКА» разыграют, кто будет играть чуть раньше, а кто чуть позже, в Лиге Европы. Итак, «Арсенал», «Ростов-Оренбург». Эти команды «Арсенал» претендуют на Лигу Европы. Он пятый не может за «ЦСКА»? Пятый нет, «Арсенал» нет. А, нет, почему? Может. Может, «ЦСКА» разница. Стоп, я сейчас вам скажу. Может. По личке «ЦСКА» 1-1 сыграл, или 2-2 сыграл дома на своем стадионе, а «Арсенал» 2-0 выиграл в Грозном. Получается, если «ЦСКА» потыкается, «Арсенал» занимает место выше «ЦСКА». Да. Ну, Сережа, не подведи, как сказал. А, да мышь «Сарсенал». Да. А я еще расскажу, что «ЦСКА» за последние 20 лет ниже пятого места ни разу не опускался. Последние 7 лет всегда играл в Лиге Чемпионов. Это будет первый сезон, когда «ЦСКА» через 7 лет будет играть в Лиге Европы. А, кстати, мы же играли на своем стадионе, и мы на своем стадионе. Если «Динамо» с «Арсеналом» на своем стадионе, первый матч! Да, после 10-летнего перерыва. Я не знаю. Это вообще. Я не знаю. В следующий вторник, мне кажется, мы именно с этого должны начать нашу передачу. Все будет нормально. Боюсь, что не получилось так, что «не подведу», сказал «Прораб народу», и не подвел ни свет, ни газ, ни воду. Так, ну и последние команды, да, мы посмотрели, там, в принципе, абсолютно все без изменений, поэтому я даже не знаю, есть ли смысл обсуждать. Единственное, что «Крылья Советов» и «Уфа» будут играть в переходных матчах, да, и мы точно узнаем, кто попадет в следующем сезоне. Это еще пока неизвестно, да. Борьба идет еще в первой лиге. Совершенно верно. Давайте мы говорим, что 30-й тур, в воскресенье, по-моему, да, мы играем в воскресенье, в два часа, начало всех матчей. Раньше было два последних тура, теперь решили один последний. Чемпион из «Уфа»? Да. Нет, но это уже было еще до этого было введено. Давайте посмотрим, кто встречается с кем и каковы шансы команд. ЦСКА «Крылья Советов», конечно, без шансов для ЦСКА, дома, как всегда. Мы ЦСКА обыграем, да? Обыграем, да? А мы сейчас давайте пройдемся, а потом посмотрим. Ахмат Ростов, вообще, это вот команда, если только что, Южное Дерби. Зенит Енисей, Енисей победит со счетом 18-1. Динамо без шансов, без шансов. Динамо Арсенал на своем поле, на новеньком стадиончике. Без шансов. Для Краснодара. Краснодар-Рубин, Краснодар будет биться и забьет не меньше трех. Анжи Урал. 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 Локомотив Уфа. Уфа. Играет и Оренбург-Спартак. Именно с этого матча мне хотелось бы начать. Александр, Оренбург не подарок. Как я уже сказал в начале передачи, он может спокойно этот клуб обыграть, может спокойно проиграть, и он точно не подарок для Спартака. На что вы надеетесь в этом матче? На победу. Только на победу. Именно на победу. А что предвосхищает ваши подобные ожидания? Ну, что восхищает? Да, предвосхищает. Последняя игра... Так как вы собрались обыгрывать Оренбург? Оренбург команда, которая обыгрывала Глазгрейнджерс. При минус 8 в Оренбурге. При минус 8 в Оренбурге. Не знаю, я думаю, будет все отлично складываться для Спартака. А Спартаку зачем четвертое место? Ну, а ЦСКА зачем четвертое место? Ну, как ЦСКА? Выше Спартака, выше Спартака. Вот они судьи. Вопрос. А про говори должно звучать. Ты же сказал, что мы рады, что мы выше ЦСКА. Получается, и ЦСКА ему надо выше. Да, получается, сезон тоже все. Задача выполнена. Выше ЦСКА. Думаю, последняя игра сезона, во-первых. Дома? Не, не думаю. Не, в Оренбурге. Не, там на выезде. А разве в Оренбурге, да? А, прошу прощения, да. Ребята должны вообще, то есть, как говорится, начало сезона должны показать себя хорошо и в конце. То есть, ребята должны... Теперь Оренбург запоминается последним. Да, да. Оренбург заплопнет дверью. Ну, как я думаю. Ребята выложатся, должны показать игру. А на твой взгляд, не зарядит ли ЦСКА Оренбург? Ребята, неплохо было бы очки-то отобрать у Спартака. Я не знаю, кто там будет чего заряжать. Если у вас так практикуется, то у вас не практикуется. А у вас не практикуется. А может, вы зарядите крыльсовет? Я не знаю. Нет, я хочу сказать. Да, мы же. Во слово прям, Саш. Это... Женя сказал там, что Игнашевич, там слухи пошли. Я считаю, что Оренбургу надо оставлять тренера. Потому что тренер действительно хороший. Неплохой. Неплохой тренер, да. Да, и давайте вспомним, какие матчи Оренбург провел с лидерами интересные. И выигрывал, и, в общем, шоу. И первый трепел всем. И тем более не обладая таким составом, скамейкой и финансами, команда действительно неплохая. Ну, то есть, насколько я понимаю, три человека из четырех в этой студии говорят о том, что Оренбург обыграет Спартак. Нет, я не говорю, что Оренбург, я против, чтобы снимали тренера, тренера Федотова, который тренирует Оренбург. Мне очень нравится, импонирует тренер. Действительно, видно игру, понимаешь, у команды. Хотя они обладают таким составом, как Спартак, допустим. Спартак может, если вот действительно, как сыграет, как с крылышками, и предыдущий матч, вот вы играли, да. С Уралом, Суфой. Хотя бы там забьет, там из бразильцев кто-нибудь. Я думаю, забьет. Один-то забьет. Да, и главное в защите, не напортачить, то, в принципе, Спартак может три очка увести. Увести. Да. Ну что ж, поживем, увидим. ЦСКА Крылья Советов. Тревожный матч. Тревожный матч. Там все уже решено. Что уже решено? Расскажи. Стоп, стоп, друзья мои, у нас инсайдерская информация. Все решено. Итак, внимание, сейчас мы точно узнаем, что решено в матче ЦСКА Крылья Советов. Надей, ну уже все, там уже все, все, все. Крылья Советов тоже. Вы сами все прекрасно понимаете. Гиннер все купил. Короче, я вам переведу. Пятое место, друзья мои. Это да. Какие панки дают проценты. Давайте так вот, по-серьезному. Состав ЦСКА намного сильнее, чем Крылья Советов. Крылья Советов что? Не, ну если у них будут здоровые ЦСКА игры. Божий Вич, Амедов, Жану. Жану, да, кто у них там еще там эти играют. Ну дай бог, чтобы они побились. Естественно, будем болеть, конечно, за Крылья Советов. Естественно. Понимаете? Это будет самое сильное противостояние последних лет между Спартаком и ЦСКА. Потому что до этого противостояния как такового и не было. Все было, в общем-то, известно. Все было известно заранее. Итак, у нас одна минута. Динамо Москва. Сереж, принимаете Арсенал Тульский на своей поле. Открываете новый стадион. Ты вообще собираешься на новый стадион? Я собираюсь, билеты у меня проблемы. Ну началось, сказал Ходи, утро. Ты что, не мог раньше заказать? Раньше не продавали. Там только в интернете продают. Но я думаю, что... А ты газеты еще читаешь? Главное, чтобы красивую игру показали. Потому что будут там представления всякие, песенки, там гимн новый представят. Так что просят часа за два приезжать всех. Главное, чтобы красиво ушли. Как говорили, хлопнули дверью. А там уже будем строить новую команду. Мне кажется, обыграют. Конечно, обыграют. Тульский Арсенал, Арсенал скажет... В Европе Арсенал не пойдет. Потому что Арсенал играть в Европе зачем? Локомотив играет Куба. Вы в прошлую передачу говорили, Арсенал Краснодару даст бой. Правильно? Ну и что, дело дал. Но опять же, мы хотим сказать, что Арсеналу, допустим, что Арсеналу в Европе делать? Что воле, что неволе. Что Арсеналу в Европе делать? Скажи. Кому делать? Оренбург играл в Европе. А кому делать? Урал, Уфа. Нет, хорошо. Арсенал на шестом месте, а Урал в случае выигрыша на одиннадцатом месте. Друзья, у нас нет больше времени на ваши разговоры. Надо разбираться в футболе, и тогда у нас достаточно будет время, чтобы обсуждать матчи. В следующий вторник мы встречаемся. 20-20 после выпуска новостей. И, как говорится, будем подводить итоги ушедшего сезона. Ну а пока болеем за своих. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»